2 августа 1933 года Челюскин взял курс на Владивосток. Но арктические льды затёрли корабль. Он перевернулся и утонул. Экипаж и пассажиры некоторое время жили на льду. Среди них и новорождённая девочка Карина. Её назвали в честь Карского моря. Всю экспедицию удалось спасти. Это только одна из историй о покорении Арктики, рассказанная навстречу в музее. Как люди достигали этих высоких широт, какой ценой это всё происходило. Ну и, конечно, рассказать о сегодняшних наших достижениях и гордости нашей необъятной страны, России. О том, что сегодня происходит в Арктике. Сотрудники для посетителей музея подготовили музыкально-поэтический вечер с рассказами о полярниках и их надёжных товарищах арктической техники. Без которой не то что покорить, даже попасть в Арктику было бы невозможно. В нашем музее есть настоящий самолёт, который когда-то раньше работал в Арктике. То есть летал далеко на севере. Самолёт называется «Ша-2». Он был создан в 1930 году. Он очень помогал полярникам. Иногда ласково самолёт называли «Шаврушечкой». «Шаврушечка» — не только самолёт. Теперь он официально памятник науке и технике. Особую атмосферу встречи создали молодые таланты. Тенор Кирилл Костянко исполнил композиции, которые сейчас вряд ли можно где-то услышать. Зажатые талии Чуркотского моря Последний раз его желаем... Я очень благодарен Музею Арктики за такую возможность, за предоставленные ноты, в частности, полярного вальса, также и песни о челюскинцах. К слову, я сам из Владивостока рода. И я, когда изучал историю этой песни, вообще парохода, челюскин, обнаружил, что под переписки был именно Владивосток. Поэтому это очень греет сердце. На мероприятии также подвели итоги акции «Арктика в моей жизни». Её участники рассказали в соцсетях, что Арктика ближе, чем кажется. И она есть в жизни каждого. Наталья Славова, Иван Славов, Фрим Ямала, Санкт-Петербург.